Если бы они были гулы, я бы вам сказал всю правду. Когда пластический хирург смотрит на женскую грудь, он уже не видит каких-то деталей. Он не видит платья, он не видит бюзгалтер, он уже видит молочную железу целиком, хотя грудь не обнажена. Очень мало информации. Вот только за счет декольте сказать, увеличена грудь или нет в их случае. Для меня вообще сложно. У всех, у троих, имплант ставят. Если, например, мы говорим о Сальме Хаек, то есть если бы она расслабила свое белье, грудь у нее была бы до пупа, висела бы. Соответственно, у нее есть боковая поддержка пушапа и есть однозначно корсетное устройство под платьем. Мы все знаем, что некоторые дамы после беременности тейпируют свою грудь и делают из нее при помощи тейпа великолепную форму груди, великолепный вырез. Сейчас на Алиэкспрессе продается прямо тейп для подтяжки молочной железы. Это все пришло из спорта, то есть можно затейпировать себя примерно на 3-4 дня и ходить с отличным вырезом, когда ты этот тейп снимаешь и грудь у тебя опускается до пояса, например. Можно бельем создать клевич, уменьшить межгрудное расстояние, наполнить верхний склон, но я вижу, как складывается железа и как контурироваться край импланта. Сальма Хаек кричащая прооперированная дождя, не думала, что она такая безовкусная, но это вот у нее что-то без в ребро. А вот эти две, которые Бейонсе и Дженнифер Лопес, они в фаз вводят заблуждение, а в профиль такой красивый профиль может быть только с имплантом небольшим. Я думаю, что у Бейонсе и у Лопес у нее своя, все остальное не знаю, но грудь своя. Слушайте, не верьте никому. Это профессиональная история, это профессиональный этикет уже. Если можно улучшить свою внешность, актрисы и медийные личности, они обязаны это делать. Но делать надо хорошо, как у Бейонса. В этом, собственно, и есть наша цель пластических хирургов, чтобы поддерживать на плаву возрастные изменения, корректировать, давать дорогу в жизнь. Они могли оперировать, они могли делать подтяжку, они могли делать липофилинг, они могли делать инъекции гиалуроновой кислоты, что сейчас сплошь и рядом. То есть здесь стоят имплантаты, что у Сальмы Хайек, что у Великой Бейонсе и, конечно, уже у Дженнифер Лопес. Женщины определенного уровня, определенного статуса после 40 все делают пластические операции. Трансформация отношений к пластической хирургии даже у нас в стране за последние 20 лет. Я, кстати, это предсказывала. По причине того, что качество жизни людей выходит на первый план. Пластическая хирургия, поход к пластическому хирургу скоро сравняется с походом к дантисту. Я думаю, что сейчас так и есть. Хотя 15 лет назад, особенно 20 лет назад, так не было. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok